Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас. Вечер действительно добрый. Произошло, как, знаете, иногда говорят, большой светлый праздник сегодня. Произошло знаменательное событие. Смотрите, вот когда мы с вами говорили два месяца назад, в тот день, когда завершился бесславно поход, значит, Пригожина на Москву, вы произнесли фразу, которую я очень хорошо запомнила. Вы сказали, Путин, конечно же, хочет убить Пригожина. И многие полагают, что за этой гибелью стоит действительно президент Российской Федерации. Как вы думаете, это действительно он? Потому что, допустим, Илья Пономарев, который был в эфире перед вами, он считает, что это месть со стороны Шойгу. И почему так быстро? То есть вот прошло буквально два месяца, даже полугода не прошло. Насколько я представляю себе бюрократическую практику и взаимоотношения в высших эшелонах власти России, ну, так, конечно, со стороны, но я думаю, что ничего там такого особенного не бывает, нет по сравнению с практикой, ну, любого авторитарного, такого глубоко персонифицированного режима. Такого рода акции, ну, как ликвидация того или иного политического и военного деятеля, имеющего серьезные позиции в бюрократической иерархии, в военной иерархии, никогда не может произойти без санкций на того человека, которого называют первое лицо, ну, такая есть формулировка, абсолютно бюрократическая, но она уже попала куда-то в средства массовой информации, в общем, понятно. Без санкции Путина мне трудно предположить, что без санкции Путина такую операцию можно было провести. В какой форме эта санкция была дана, ну, это вопрос другой, это вопрос технический. Он мог, он, то есть Путин мог просто, значит, кивнуть головой некоему человеку, который пришел к нему с такой идеей, что, мол, пора уже, пора, заигрался Евгений Викторович и вообще ведет себя нехорошо, это первое. Он мог просто, значит, кивнуть головой и сказать, ну, ладно, может быть, вы правы. Мог ничего не сказать, но не возразить. Люди в высших эшелонах власти, они регулярно общающиеся с Путиным, они прекрасно понимают такой язык, может быть, из-за недосказаний, намеков, полунамеков. Все это уже отработано. Так что санкция Путина была. Была ли инициатива Путина, это вопрос другой. На него ответить совершенно невозможно. Это нужно понимать, нужно иметь какую-то инсайдеровскую информацию, но я думаю, что ее ни у кого нет. Просто по той простой причине, что люди, действительно знающие, что происходит в коридорах власти в Москве, они точно понимают, что болтать об этом не надо, это чревато. Тем более болтать о таких вещах, которые, ну, граничат с уголовщиной или просто являются уголовщиной, будь то политической или просто криминальной. Это тоже одна из аксиомб в бюрократической жизни. Никто, если кто-то, какой-то человек, которого называют близкий к Путину, близкий к окружению Путина, ну и так далее, и так далее, что-то рассказывает корреспондентам, ну, значит, у него на то есть санкции, ему просто говорят, что нужно сказать. А дальше уже мы с вами будем догадываться, пытаться понять, кому это послание адресовано, что, какой реакции хотел добиться инициатор этого сообщения от аудитории, целевой аудитории, и, соответственно, на основании этого пытаться понять, какова цель той или иной пропагандистской акции. Вот. Это, в общем, основа, основ того, что называется в науке анализ пропаганды. Это довольно эффективная вещь, которая позволяет вскрыть многие интересные сюжеты, которые остаются за, обычно, за стенами правительственных учреждений. А теперь вернемся к Пригожину. Понятно, да, это было хорошо известно, об этом много писали. И никто, в общем, не опровергал, вот тут важна как раз последняя вещь, никто не опровергал того, что Шойгу рвет и мечет и собирается ликвидировать или изгнать из военной иерархии, из страны, может быть, вообще из вооруженных сил, а то и из жизни, целый ряд людей, которых он считает, правильно или неправильно, это другой вопрос, своими личными врагами, тех, кто ходит к Путину или в том или ином виде, значит, пытается воздействовать на Путина с целью отправить его, Шойгу, в отставку. Отсюда, в общем, достаточно, ну, более или менее вероятная схема заключается в том, что исполнитель, может быть, инициатор, а может быть, только исполнитель, а может быть, инициатор и исполнитель этой акции был Шойгу, ну, непосредственно, конечно, не он закладывал бомбу в этот самолет или там давал команду на пуск ракеты, но все это делалось по его указаниям, опять же, данным устно, опять же, в виде там намеков, полнамеков, а может быть, и просто было сказано, пора кончать, вы уж там найдите возможности. А почему все-таки такая демонстративная была акция? Ведь можно было Пригожина по-тихому убрать тем же ядом, например, который Путин очень любит. Ну, заболел у него живот вдруг, и он там умер у себя в Мали или в ЦАР, и об этом еще и все узнают, допустим, через два месяца. А почему вот именно вот такая очень демонстративная смерть? Ну, демонстративная смерть, это единственное объяснение заключается в том, что мы наказываем тех, кто перешел некие допустимые пределы, мы наказываем его за мятеж, мы наказываем его за вмешательство в государственные дела, куда он по своему рангу, по своему весу, формальному, неформальному, вообще совать нос не должен. Пригожин, в общем, рассматривался, как я понимаю, высшим руководством страны, как исполнитель определенных акций, как исполнитель поручений, в общем, полезный на определенном этапе. Но когда он решил играть свою собственную политическую роль, ну, тут, в общем, стало понятно, что с ним пора разбираться. То есть это еще и сигнал... Он просто перешел определенные пределы. Можно сказать, что это сигнал другим тоже путинским элитам, чтобы они вели себя тихо? Да, ну, конечно. Это сигнал и военным, которые добиваются смены министра обороны. А такие есть, тоже уже не секрет, об этом постоянно пишут военные корреспонденты. Раз это сигнал вообще всем в окружении Путина, и да и вообще всем, кто решит замыслить какой-нибудь военный переворот или силовой переворот, кто решит войти там с шарфиком или с табакеркой куда-нибудь в спальню первого лица. В общем, это сигнал того, что лучше бы вам, ребята, этого не делать. Это плохо кончится. А почему Путин или Шойгу, или Путин вместе с Шойгу так торопились? То есть вот, ну, в принципе, все ожидали, что Пригожина будут убирать, но думали, ну, это произойдет когда-нибудь, когда уже все забудут, где он и что с ним. А здесь буквально-буквально вот все прекрасно помнят его мятеж, и, естественно, у всех просто прямая связь между мятежом и его гибелью. Ну, может быть, именно на это и рассчитывали те, кто отдавал команду. В общем, было... Тут совершенно ведь ясно, ни у кого не может возникать сомнений, что Пригожин наказан, что он казнен именно за мятеж, за вмешательство в принятие решений на высшем политическом уровне. Ну, это, в общем... Да, логика какая-то в этом есть, потому что не наказанная попытка мятежа, но она, естественно, провоцирует других на аналогичные попытки. Ну, дурной пример он заразительный. Как вы думаете, сейчас путинский режим еще больше зацементируется и стабилизируется на фоне этой смерти? Потому что, с одной стороны, Путин убрал Смутьяна, с другой стороны, подал очень явный сигнал элитам, чтобы они не вздумали ему подражать. То есть можно сказать, что он таким образом вот решил две такие важные задачи, и теперь режиму вообще ничего не угрожает? Нет, я думаю, что это не так. Потому что Путин, в общем, перешел от одной модели управления элитами к другой. Его модель управления долгое время, ну, по сути дела, до последнего, самого последнего времени, базировалась на использовании, ну, то, что политологи называют сдержки и противовесы, но, грубо говоря, он сознательно создавал различные центры влияния, будь то в военных кругах, будь то, значит, в политических кругах, в бюрократических. Не случайно он создал как минимум пять соперничающих служб безопасности, которые следят друг за другом и, соответственно, докладывают Путину о том, что замышляют и чем занимаются соперники этих людей. Ну, и это позволяло, манипулируя вот различными группами интересов, в общем, сохранять свое доминирующее положение в системе власти. Теперь же он перешел к наказанию, причем к наказанию демонстративному, к демонстративному использованию террористических методов. Если бы, вот тут, понимаете, какая штука, если бы Пригожин был арестован после мятежа, если бы он был отдан под суд, это было бы, в общем, немножко другое дело. Тут было бы все ясно. Человек, значит, совершил преступление, мятеж, преступление, никаких слов тут нет. Значит, его отдали под суд, осудили, он отправляется в места не столь отдаленные, вместе со своими, значит, сотрудниками. А здесь такая казнь внесудебная. Соответственно, у людей, которые так или иначе причастны к высшим кругам, возникает вопрос, закономерный совершенно, а кто следующий, а может быть я? И это может сплотить как раз вот этот страх за собственную жизнь. Он является очень мощным, так сказать, мотивом для того, чтобы эти люди пришли к какой-то договоренности друг с другом, попытались ликвидировать угрозу, которая возникает для них, устранив источник этой угрозы, то есть первое лицо. Ну, примерно так рассказывают о заговоре с целью смерти, с целью убийства Сталина. Я не уверен, что это правда, но, в общем, логика есть. Вот эта правящая четверка или пятерка людей, которые были близки к тогдашнему вождю, они чувствовали, что их ждет печальный конец, очень был, причем в ближайшее время, но и предприняли свои меры для того, чтобы этого конца избежать. Так это было реальная история или нет, никто не знает, потому что никаких документов, конечно, по этому поводу не оказалось. Но логика в этом есть. И, собственно, точно по такой же логике возникали и реализовывались многочисленные заговоры. И в России, ну, до, ну, скажем, в XVIII веке это был период таких государственных переворотов, военных или военно-гвардейских переворотов. Ну, и во многих других странах, в Африке, на Ближнем Востоке, вот этой зоной, где традиционно масса переворотов государственных, которые осуществляют военными, осуществляются военными, они, в общем, построены по одной схеме. Либо мы успеваем устранить угрозу, либо нас ведут в подвал, там расстреливают и так далее. Убийство Пригожина – это больше курс на продолжение войны или на сворачивание СВО? Нет, я думаю, что это курс на... Скорее, это курс на продолжение войны. Ну, хотя бы потому что... Хотя я не вижу в этом какой-то прямой связи, потому что Пригожин достаточно мутно. Его позиция по поводу окончания или продолжения войны была довольно мутной, менялась время от времени. Ну да, говорят, что в военном командовании есть группа людей, которые считают, что нужно сохранить армию, поэтому взять какую-то паузу, на что, в общем, тоже логично. Называть какие-то фамилии я не берусь просто, потому что то, что говорят и пишут, это может быть правда, а может быть и неправда. Но да, такая логика есть. То есть, какой позиции придерживался Пригожин. Возможно, что он маневрировал между различными точками зрения. Возможно, что у него не было своей позиции. По крайней мере, вот я пытался следить за его высказыванием. Есть такой телеграм-канал Евгения Пригожина, по-моему, он так называется. Но это прямая, чаще всего, это публикации, которые были сделаны его какими-то помощниками по связям с прессой. Но вот там никаких следов того, чего нужно делать с точки зрения Пригожина нет. Он просто говорит о том, то есть там говорится о том, что вот как хорошо, когда те или иные бравые солдаты российские убивают украинцев. Ну вот, собственно, вот к этому сводилась его позиция. Сторонники Пригожина уже пообещали в своих сетях какой-то новый марш справедливости. И всяческие зет-патриоты тоже негодуют и пишут, что, значит, мы отомстим за Евгения Викторовича. Вы верите реально в то, что может возникнуть некое движение, вот эти вот ультрапатриоты могут объединиться и устроить какой-то новый мятеж, марш возмездия? Ну, я этого не исключаю. Я не могу сказать, что я в это верю, но, во-первых, в России возможно все. А во-вторых, действительно, такого рода настроения, они просматриваются в разного рода публикациях. Соответственно, есть какие-то группы, которые разделяют такого рода взгляды. Ну, известно вообще говоря, и это самое важное, что у Пригожина были достаточно влиятельные симпатизанты, скажем так, в генералитете. Ну, вот Суровикин, видимо, был один из них. То есть, ну, может быть, он и сейчас ему как-то продолжает. В общем, это были люди, которые разделяли взгляды Пригожина. Взгляды Пригожина сводились к тому, что нужно либо прекращать, как я понимаю, но он жестко критиковал Шойгу и Герасимова или и того, и другого вместе, хотя это разные люди, судя по всему, за неумение вести войну. И требовал их смены, и, соответственно, утверждал, что вот если к власти в армии придут действительно умные командиры, ну, тогда все наладится. Это, конечно, была определенно наивная точка зрения, но она пользовалась определенной популярностью в армейских кругах и пользуется, потому что, когда человек, ну, скажем, там, офицер среднего уровня, сталкивается с головотяпством, которое типично для российской армии, но он, конечно, видит в этом головотяпстве причину всех неудач и считает, что для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно сменить руководство. Ну, собственно, опять же, точка зрения абсолютно неоригинальная. Я просто вспоминаю вот события более чем 30-летней давности в Москве, когда был кризис советской системы, и по московским коридорам гуляли разные разговоры, в том числе, а вообще пора навести порядок, пора, значит, посадить офицеров, грамотных офицеров в качестве, там, комиссаров руководить правительными государственными ведомствами, промышленными предприятиями. Ну, и один очень неглупый военный в таком частном разговоре мне сказал, ну, понимаешь, если мы это сделаем, то экономика развалится в течение двух недель, потому что, ну, представить себе, значит, полковника, руководящего промышленным предприятием, ну, это значит, что промышленное предприятие прекратит работу из-за полного хаоса и бестолковщины. Ну, это, в общем, совершенно справедливо. Но, тем не менее, идеи такие, они витают в воздухе, потому что всем очень хочется найти простое решение, сложные проблемы, и это простое решение верит в том, чтобы вот какую-то сильную руку, значит, посадить на все ключевые места. И тогда, с этой точки зрения, все будет хорошо. Не будет, конечно, хорошо, но, тем не менее, люди в это верят. Можно ли сказать, что на ЧВК «Вагнер» можно поставить крест? Вот теперь эта организация обезглавлена, и, может быть, она перестанет существовать. Да, конечно, это такая жестко иерархизированная структура, подчиненная одному человеку и нескольким людям из его окружения. Когда этих людей нет, такие структуры, у которых как бы вынут элементы, принимающие решения, но они, известно, распадаются, деградируют, распадаются. Так что, я думаю, в течение нескольких недель у ЧВК «Вагнер» развалятся. А дальше, а с этими людьми, которые в нем существуют, ну, либо они вольются в российскую армию, ну, или во что-нибудь еще, либо уедут в Африку, каких-то других. В общем, это, конечно, ценный ресурс. Люди, имеющие хороший боевой опыт, они, конечно, без работы не останутся в нынешней России и в нынешней Африке. Конечно, они найдут себе работу. Но уж как политическая сила, как некая организация, да, конечно, от этой группы «Вагнера» ничего не останется. Юрий, спасибо вам большое. Я вас благодарю за ваш экспертный комментарий. Еще раз хочу поздравить и вас, и всех наших зрителей, и зрителей нашего канала со смертью Евгения Пригожина и каких-то других главарей ЧВК, потому что, несмотря на то, что они пытались устроить пару месяцев назад переворот, все равно, как я уже сказала в разговоре с Ильей Пономаревым, подонки были знатные. Посмотрим, как будут развиваться события. Да, вот сразу вспомнилась песенка одна. «On the highway to hell» на дороге в Африку. Абсолютно, да. Сегодня, кстати, очень много, естественно, мемов появилось, посвященных смерти Евгения Викторовича. И один из этих мемов был с фотографией бывшего военкора Владлена Татарского, который был взорван в Питере, который сказал «Пригожин жив, мы с Дашей Дугиной встречаем его у нас». Юрий, спасибо большое. Я благодарю всех, кто сегодня нас смотрел. Субтитры подогнал «Симон»!